Дороги прочнее Дороги будут ремонтировать с помощью современных материалов. Об этом материале Эдуарда Истомина. Этот завод выпускает гидро- и теплоизоляции, но в последнее время сделал ставку на полимерно-битумно-вяжущие. Его используют в асфальто-бетонных смесях. Благодаря ему дороги живут в три раза дольше. Новая продукция сулит хорошие перспективы для предприятия. Предприятие при тех объемах, которые мы сегодня производим, вполне работоспособно. Мы работаем безубыточно, мы работаем с прибылью. Новый материал уже опробовали на президентском мосту. Качество асфальта вне сомнения. Областное правительство за расширение сотрудничества с заводом. Интерес не только к вяжущему, но и современной кровли. А все потому, что темпы жилищного строительства в области растут. Жилье эконом-класса идет по программе, по указу президента номер 600 о строительстве доступного жилья. Жилье эконом-класса позволяет среднему жителю нашего региона, вообще России, обновлять свое жилье не реже, чем раз в 15 лет. А это часть нового микрорайона Юго-Западный. Здесь построили первую очередь малоэтажного квартала. Рядом будет современная парковка, торговый центр и детская поликлиника. Здесь появится крупнейший в привлочном федеральном округе аквапарк. Здесь будет в течение следующего года достроен дворец спорта Единоборств. Здесь, надеюсь, что уже на следующий год мы приступим к строительству цирка. В семье Мультюковых новоселье. Комнаты в квартире, а их три, очень просторные. В одной из них оборудовали детскую. Юные Елизаветы и Стефания получают подарки от губернатора. Дети интересуются игрушками. Я уже почти специалист, стал профессионалом. Мне тоже приходится. Совсем скоро детских голосов здесь станет больше. До конца года строители планируют сдать 12 малоэтажных домов. Но это лишь промежуточный этап на пути к амбициозной задаче. Через четыре года в области хотят ввести в эксплуатацию миллион квадратных метров жилья. Эдуард Истомина, Александр Абрамов, Вести Ульяновск. Судебные споры привели Волжскую ТГК к штрафам в 16 миллионов рублей. Федеральная антимонопольная служба России признала законными постановления территориального управления. Напомним, еще два года назад специалисты регионального УФАС выявили многочисленные нарушения на рынке теплоэнергетики. Тогда рассмотрели заявки 13 управляющих компаний ТСЖ. И выявили, что Волжская ТГК необоснованно завышала цены на горячую воду. В ведомстве приняли решение трижды оштрафовать компанию. Первые 8 миллионов ресурсники оплатили, остальные же два штрафа оспаривали. Они пошли с жалобой в Федеральную антимонопольную службу в Москву. В течение нескольких месяцев шло разбирательство. И сейчас Федеральная антимонопольная служба приняла решение о том, что наши оба постановления по этим двум штрафам, они законны. И Волжская ТГК сегодня, на сегодняшний день, должна оплатить эти два штрафа. В размере по 8 миллионов. То есть на сумму свыше 16 миллионов рублей. Сумму штрафа рассчитывали с выручки теплогенерирующей компании. Добавляют в региональном УФАС. Почти 100 аварий за 24 часа. Сотрудники госавтоинспекции подвели статистику дорожных правонарушений. Только за минувшие сутки правила движения на ульяновских магистралях нарушили почти 3000 раз. В ДТП никто не пострадал. 13 водителей за руль сели пьяными. Уважаемые водители, во всех районах города в период с 7 до 9 утра 26 июня сотрудники областной госавтоинспекции проведут специальную операцию автокресла детям. В рамках которой будут привлечены к административной ответственности водители, перевозившие детей в салоне автомобиля без детского удерживающего устройства. Напомним, штраф за нарушение правил перевозки детей до 12 лет составляет 3000 рублей. Уважаемые родители, позаботитесь о безопасности ваших детей в период школьных каникул. Напомните юным участникам дорожного движения основные правила поведения на проезжей части. Задача пешехода быть максимально заметным на дороге. Во избежание трагедии в темное время суток используйте одежду светлых тонов со светоотражающими элементами. Уважаемые водители, будьте предельно внимательны и осторожны на дорогах области, так как в любой момент на проезжей части может появиться ребенок, который не всегда умеет правильно ориентироваться в сложной дорожной ситуации. И в продолжение темы безопасности совместный профилактический рейд под названием «Нет наркотикам» провели сотрудники госавтоинспекции и наркоконтроля Ульяновской области. На этот раз в их поле зрения попали водители, движущиеся в направлении северной части Ульяновска по кольцу Нариманово. Проверив документы, сотрудники органов правопорядка вручили им памятки и еще раз напомнили о том, что может принести вред их здоровью и безопасности. Поэтому вас призываем никогда не нарушать правила. На память вам вот такая памятка. Спасибо. Старайтесь никогда не употреблять наркотиков, не давать этого делать ни своим близким, ни друзьям, ни родственникам. Если что, нужно обратиться по телефону доверия. Были среди участников акции те, кому не лишним оказалось напомнить и про правила ПДД. На дороге каждая мелочь может привести к трагедии, будь то не включенный поворотник или неисправные фары. Александр Александрович, средств включать надо. Забыл совсем. Я же только тронулся и забыл выключить. Ну бывает, ничего страшного. Не забывайте включать. Не забуду больше. Все, отключи. К сожалению, отмечают сотрудники госавтоинспекции, несмотря на всю проводимую работу, число происшествий на дорогах области по-прежнему остается высоким. В том числе и тех, что совершены нетрезвыми автолюбителями. За пять месяцев текущего года на территории Ульяновской области за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 2689 водителей. Организаторы акции «Нет наркотикам» заверили до конца лета. С подобными рейдами они посетят большинство муниципальных образований Ульяновской области. Многие ульяновские школьники проведут летние каникулы в городе. Некоторые не упускают возможность подработать за это время. О том, как избежать ошибок при трудоустройстве на летнюю подработку Ирина Коваленко. И отдохнуть, и поработать, и заработать. За три месяца каникул ульяновские школьники хотят все успеть. Власти работодатели поддерживают и поощряют такую инициативу. В областном бюджете зарезервированы средства на оплату труда. В областном бюджете более 6 миллионов рублей. По всем районам более 5 миллионов рублей. И, конечно, заработная плата работодателя. То есть это возможность ребятам, девчонкам летом подработать и получить первую практику. Никита Трусилин работает мойщиком автобусов в пассажирском автотранспортном предприятии. За четыре часа он успевает вымыть до 15 автобусов. До работы он добирается 40 минут на велосипеде. Можно сказать, его утренняя тренировка плавно переходит в водные процедуры. Работать, ну, чтобы были свои деньги, то есть не беспокоить, зря родители. Тут хорошие люди, то есть легко работать, то есть особо не нужно напрягаться. Кроме Никитина по АТП работают еще двое школьников. Любители техники и непраздного времяпровождения. Каждый год мы принимаем порядка 6-9 человек. То есть первый месяц 2-3 человека, второй месяц 2-3 человека и третий месяц 2-3 человека. Работают они у нас по 4 часа каждый день. К работодателю, который нанимает несовершеннолетнего гражданина, российское законодательство предъявляет строгие требования. Во-первых, трудовая неделя подростков до 16 лет не может превышать 24 часов. Подростков от 16 до 36 часов. В первую очередь в Ульяновске стараются трудоустроить на лето сирот детей из малообеспеченных или неполных семей. За первые две недели летних каникул в службу занятости обратилось более 2000 школьников. Ирина Коваленко, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. Сегодня Министерство искусства предоставило культурную программу на июль. В афишу второго летнего месяца вошли 150 культурных событий. Мероприятия пройдут как в городе, так и в области. Культурная афиша в июле не закрывается. Кроме того, июль месяц – это активный месяц геонального значения на площадке, для которых не город Ульяновск, а муниципальное образование города Ульяновской области. Самым масштабным в июле станет фестиваль «Тебе, певцу, тебе, герою», приуроченный к 230-летию со дня рождения Дениса Давыдова. Из Москвы и Франции на юбилей приедут потомки симбирского гусара. Три проекта организуют бизнес-пространство «Квартал». Музыкальные концерты групп из других городов, фестивали фотографий и моды. А в районах пройдут мероприятия, посвященные народному творчеству и промыслам. «Волжский путь», «Золотая рыбка» и «Теренгульские переливы». Под занавес сезона актеры Ульяновского драматического театра вернулись из Оренбурга с фестиваля. Как отыграли на чужой сцене и что собираются ставить осенью, об этом и не только Любовь Фомичева. Именно ульяновский спектакль «Коварство и любовь» по пьесе Фридриха Шиллера открыл первый фестиваль театралов по Волжи. И это большая честь. «Высокий уровень фестиваля, высокий уровень организации, очень тёплый зритель, очень интересный, внимательный. Ну, если народ плакал, значит, всё было правильно сделано». «Я была очень сильно напряжена, поэтому какое-то впечатление. Было приятно, что зритель очень внимательным был, хотя для них это было очень ново и как-то дико, то, что такой серьёзный спектакль, как Сергей Анатольевич говорит, что они испугались, что он начинается с тишины, как они привыкли с песен, танцев». В Ульяновском драматическом театре отмечают закрытие сезона. Как говорят служители Мельпомены, он прошёл на славу. Было много премьер, которые покорили как местного зрителя, так и театралов других городов, в которых побывала наша труппа. К открытию следующего сезона подготовка уже началась. Для этого пригласили мэтров из Санкт-Петербурга. «Это здорово, что в академическом, мощном театре с колоннами, с историей, со шлейфом, с большой, с малой сценой, со штатным расписанием и так далее, играется такого рода драматургия, и что она обязательно найдёт своего зрителя». Открытие нового сезона традиционно состоится 1 сентября. Премьера из спектакля «Ромео и Джульетта». А уже через неделю у театральных гурманов начнётся праздник. В Ульяновск привезут лучшие постановки, номинированные на премию «Золотая маска». «Уникальный случай, когда программа «Золотая маска» в регионах России дважды подряд, в том смысле второй год подряд, приезжает в один и тот же год. В этот раз они привозят даже не два спектакля, а четыре спектакля, три из которых пройдёт на сцене драматического театра. Открывать эту программу будет 6 сентября «Три сестры малого драматического театра» в постановке «Льва Додина». На сцене Ульяновского театра «Кукол» пройдёт спектакль рассказа «Шукшина». В главных ролях Чулпан Хаматова и Евгений Миронов. А на сцене драматического театра – постановка «С любимыми не расставайтесь». Любовь Фомичёва, Герман Баранов, Вести, Ульяновск. Ульяновских режиссёров зовут на море. Местные киношники получили приглашение на фестиваль документальных и телевизионных фильмов «Старый город». В сентябре он пройдёт в Феодосии. Этот крымский город недавно стал побратимом Ульяновска. Киномарафон объединит профессионалов и любителей. Жюри готовы оценить работы, посвящённые будням и праздникам городов и их жителей, а также картины на свободные темы. Это музыкальное, спортивное кино и журналы новостей. Конкурсный проект не должен превышать 30-минутный хронометраж. Всю подробную информацию желающие поучаствовать смогут найти в интернете. На фестивале ульяновцы получат возможность не только представить свои идеи, но и повысить профессиональный уровень во время диспутов и мастер-классов. «Певцы земли. Русская выставка. Работы ульяновских живописцев» с таким поэтическим названием открылась в залах Союза художников России в Ульяновске. Часть экспозиции – это работы двух близких друзей – Алексея Маторина и Ивана Лежнина. Как отметил директор художественного музея Сергей Жданов, выбор на них пал не случайно. Будучи младшими современниками Аркадия Пластова, они стали продолжателями традиций реалистического искусства. Их работы полны любви к России, к Розине, к людям, живущим на Симбирской земле. А именно в этом году есть еще и один замечательный повод показать портреты и пейзажи, в которых признанные мастера воспевают красоту земли русской и величие человека труда. Двух заслуженных художников нашей страны, которые являли собой гордость художественного цеха 70-80-х годов Советского Союза, возглавляли эту организацию и в этом году отмечают 90-летие со дня рождения. Поэтому мы, конечно, не могли пройти мимо такой круглой, красивой, замечательной даты. Тем более, что давно зрители не видели эти работы. Любовь к Розине чувствуется в работах еще одного певца земли русской Евгения Шибанова. Его полотна полны смеха, солнца и простой деревенской жизни. Задорная толпа, милая старушка в пуховой шале, деревенские влюбленные и соседский угрюмый пес. Все герои его картин живут в живописном уголке Теренгульского района Ульяновской области. Село Молвино для мастера гротескного реализма Евгения Шибанова не просто место на карте. Молвино – это для меня все. 30 лет назад я уехал и с тех пор безвыездно работаю в Молвино. Все мое сознательное творчество прошло именно в Молвино. Уникальное место, там не работать невозможно. Взглянуть на красоту родного края глазами ульяновских мастеров кисти можно в картинной галереи Ульяновского регионального отделения Союза художников России. Это на улице Гончарова, 16. Впереди прогноз погоды. Итоги дня подведем в 17.45. До встречи на телеканале «Россия». Сейчас в Ульяновске плюс 19 атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%, ветер западный 4 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова